Александр Дмитриевич, с Украины вы для них сделали с 14-го года больше, чем кто-либо. По просьбе вашего президента и моего друга, чтобы вы знали. Вы сделали для них больше, чем кто-либо. А они вас предали. В самоответственный момент сначала стали поставлять боевиков и оружие, потом еще попытались поиграться непонятно в какие спецслужбы с нашими ребятами, задержанием. А потом еще ввели впереди планеты всей против вас санкции. И сейчас постоянно вытирают лично о вас ноги, о Беларуси, всякую чушь. И вы все равно к ним относитесь не к народу, а к власти, ну, как-то так, я бы сказал, мягко. Ну, вы знаете, Владимир Милович, ну, я же не журналист. Я же президент. И вообще я человек такой, знаете, воевать так воевать, если нужно это. Работать так, работать в разных режимах. Поэтому вы не думайте, что я буду смотреть сквозь пальцы на все то, что они сотворили. Вы правильно сказали. Но здесь дело не в личном. Беларусь в целом к ним хорошо относилась. Мы с ними наторговали в прошлом году, представляете, сколько? Это второй партнер в торговле за прошлый год. Почти 7 миллиардов долларов. И в основном это наши поставки туда. От продовольствия. И когда-то Украина всех нас кормила. Кормилица была в Советском Союзе. Сейчас мы поставляем, Россия поставляет в том числе, переработанные продукты там и так далее, и там подобное. Не называю фирмой. Мы им поставляем вместе с россиянами одинаковое количество нефтепродуктов. Литва там на полтора миллиарда вроде поставляла. Межейкай, знаете, такой завод через Беларусь. Сейчас мы закрыли эти поставки. Мы просто помогаем людям. Ну, представьте, завтра... Каким людям? Владимир Владимирович, если бы мы им не поставили последние выходные, по-моему, электроэнергию, рухнула бы вся система. И что в этом плохого? Ну, я не знаю. В данном случае в этом нет никакой необходимости. Нет, ну, народ жалко. Жалко. Но много украинцев приезжает в Беларусь. Много украинцев приезжает в Россию. Но когда, как вы сами сказали, среди украинской армии высокие нацистские настроения, вот сейчас, если на Донбасс они кинутся, или у вас они сосредотачивают свои силы и средства, воспринимаются как врага, то их боевая техника будет ездить на ГСМ, которым поставляют союзные государства России и Беларусь? Да, день будут ездить. Один день. До границы, может, доедут. А дальше что? Они последние... Они с колес работают. Мы это хорошо знаем. Поэтому я не зря вам бросил фразу. Слушайте, воевать? Знаешь, воевать? Я как раз на эту фразу обратил. Если мы не воюем, так и не надо париться. Спасибо.